Привет, друзья! Сегодня с вами я спешу поделиться удивительной находкой. Старым американским комиксом, супергероем в котором является наш с вами прославленный ас Александр Иванович Покрышкин. Книга комиксов называется «Правдивые комиксы». Стоит 10 центов, это 45 выпуск и датирован он 8 мая 1945 года. На обложке анонс нашей истории под названием «Небесный сокол. Полковник Александр Покрышкин. Русский ас из асов». Сразу же хочу поблагодарить блогера под ником Дерулев и блогера под ником Мясоед за чудо-находку. Давайте ознакомимся с этой историей, которую для своих читателей нарисовал американский художник. А после проанализируем, что в ней является правдой, а что вымыслом. Но это, конечно, не будет критика, потому что комиксы на то и комиксы, для того, чтобы что-то приукрасить, а что-то упростить. Итак, начинаем чтение нашего комикса. Русский полковник Александр Покрышкин атаковал как «Сокол» и уничтожил рекордное количество немецких самолетов. Вскоре после вторжения Гитлера в Россию в 1941 году Александр Покрышкин вступил в ряды Красной Армии военно-воздушные силы. «Мы можем использовать вас как механика, но я хочу летать». После повторного запроса Покрышкин был переведен в летную школу. Он учил свои уроки очень хорошо, и вскоре после этого Покрышкин сегодня сбил своего пятого нациста. Да, немного ему потребовалось времени, чтобы стать асом. В воздушных боях над Кавказским фронтом Покрышкин совершенствовал свою тактику, которую он назвал «Соколиный удар». Словно сокол, русский ас сначала падает прямо на свою добычу. Затем неожиданно возмывает, делает полубочку вправо и быстрый смертельный удар. По мере того, как счет побед рос, почести пришли к красному асу. Он стал героем Советского Союза, и эту награду он выиграл дважды. Советский народ гордится тобой. Но даже соколы иногда проигрывают, и Покрышкин был трижды сбит в своем самолете. Мне лучше выбраться отсюда побыстрее. I'll be back, you Nazi-швайн. Это в переводе не нуждается. Американский ленд-лиз предоставил красному асу новый самолет, скоростной Пи-39. Американцы зовут его Аэрокобра. Какой он красивый. Весной 43-го года красный ас еще более улучшил свою и без того великолепную форму. Когда 16 немецких бомбардировщиков с истребительным эскортом приближаются. Нас меньше числом, но мы будем драться. Четверо из вас следуют за мной на бомбардировщике. Остальные атакуют истребители. Охваченная паникой от русской атаки нацистская формация распадается. Ахтунг, ахтунг, Покрышкин is attacking. Take evasive action. Это в переводе тоже не нуждается. Сейчас дадим нацистам еще один урок в соколиной тактике. За 20 минут он сбил 4 бомбардировщика противника, пока те разгружали свой бомбовый груз куда попало и пытались улететь. Американская медаль за выдающиеся заслуги была добавлена в коллекцию орденов Покрышкина, когда его назначили инструктировать курсантов-летчиков. Я научил вас атаковать, как атакуют сокол, и вы скоро поедете на фронт. Помните эти уроки, и тогда вы очистите небеса от люфтваффе. Инструкторская работа отнимала время. Пока идут сражения, мое место на фронте. Ты проделал здесь очень нужную работу, и я могу понять твои чувства. Полковник Покрышкин вернулся на фронт, и до окончания войны с Германией русский ас из асов успел сбить 59 самолетов. Вот в такой сильно утрированной и сжатой форме американский художник и издатель рассказали своим читателям о нашем советском асе. И, в общем-то, рассказали неплохо. Хотя здесь есть, конечно, неточности. Давайте их разберем. В самом начале комикса нам рассказывают о том, что Александр Иванович вступил в ряды вооруженных сил в самом начале войны авиамехаником. И действительно, Александр Иванович сначала был авиамехаником, но он поступил на службу задолго до начала войны. А войну он встретил, будучи командиром звена на новейшем истребителе по тем временам МиГ-3. Картинка с призывным пунктом и очередью из добровольцев нужна была художнику как собирательный образ начала войны и мобилизации советского народа на борьбу с нацизмом. О подробных деталях художник, конечно, мог и не знать, поэтому на следующих рисунках мы видим изображение И-16. Далее утверждается, что Покрышкин был сбит трижды, и Александр Иванович изображен спускающимся на парашюте. Я знаю только о двух случаях, когда Покрышкин был сбит. Оба раза это были МиГ-3, и оба раза он самолет с парашютом не покидал. Это были вынужденные посадки. Один раз он был сбит зенитным огнем, второй раз в бою с истребителями. Десять раз лишь чудо спасало его от гибели. Пули попадали в прицел, в наушник шлемофона, перебивали привязные ремни. Однажды пуля перебила лямку парашюта, разбила ролик с движной части фонаря кабины и, отрикошетировав, попала в подбородок. Сдвижную часть фонаря тут же сорвало набегающим потоком воздуха, а Александр Иванович еще долго летал на этом истребителе с открытой кабиной. В комиксе описывается эпизод, в котором в одном бою наш герой сбивает четыре вражеских бомбардировщика. Здесь описан реальный бой, который произошел 29 мая 1943 года. Четыре самолета «Аэрокобра» атаковали 20 «Юнкерсов-88», прикрытых шестью мессершмиттами БФ-109. Группа Покрышкина в том бою сбила восемь вражеских самолетов, четыре из которых сбил Александр Иванович лично. При этом был потерян один свой самолет, хотя летчик уцелел, сев на вынужденную посадку. Художник комикса подметил ряд очень важных моментов. Один из них – это награждение Александра Ивановича американской медалью за выдающиеся заслуги. На этих снимках вы видите нашего героя с этой медалью. И Александр Иванович действительно был известен в те годы в Америке. О том, что один из лучших советских асов летает на американском самолете «Аэрокобра», знал каждый работник фирмы-производителя этого самолета «Бэл». И этим гордилось все руководство этой компании. Тем более, что в Америке у него была не очень хорошая репутация, его часто критиковали военные летчики. А критиковать Пи-39 было за что. Одним из главных недостатков данного истребителя была его задняя центровка и предрасположенность к срыву в штопор, особенно на завершающем этапе полета, когда топливо израсходовано, боекомплект израсходован, центровка сильно смещалась назад. Из-за этого побилось много молодых летчиков. Но главным козырем у руководства фирмы «Бэл» в любых спорах был Александр Иванович и его дивизия, которые успешно дрались именно на Пи-39. Американский художник рассказал и о самом известном тактическом приеме Покрышкина, который он так и назвал «соколиный удар». Александр Иванович был настоящим новатором в этом деле. В одном из предыдущих видео я рассказывал, как Покрышкин летал на трофейных Мистершмиттах месту 9, для того, чтобы определить их сильные и слабые стороны и на основании этого разработать ряд тактических приемов. Ссылка на этот фильм только что появилась в правом верхнем углу экрана. Так вот, кроме «Соколиного удара», Покрышкин разработал также еще два фантастически эффективных приема ухода из-под огня противника, висящего на хвосте, которые спасли немало жизней и внедрил в практику свой знаменитый боевой порядок «Этажерка». И это, конечно, далеко не весь перечень. В комиксе есть текст, согласно которого Александр Иванович якобы готовил кадетов или курсантов летных училищ. Это не точность. В действительности ему поступало такое предложение во время войны перебраться в тыл в главный штаб РКК и возглавить процесс подготовки летных кадров. Но он от него отказался. Вместо этого он посвятил всего себя распространению своего опыта на всю свою авиадивизию и не только. Он также постоянный участник всех летно-практических конференций, которые проводились периодически в каждой воздушной армии. И таким образом он распространял свой опыт на все советские ВВС. Своим наставником его считают все летчики его полка, большинство летчиков его авиадивизии, в том числе 23 героя Советского Союза. Ну а какие же результаты этой деятельности? Если за весь 1942 год соотношение потерь 9-й гвардейской истребительной авиадивизии к сбитым самолетам противника было приблизительно 1 к 1, то в боях на Кубани в период с 1 марта по 1 августа 43-го года это соотношение было уже 1 к 5. С августа по сентябрь того же года 1 к 6,5. А в операции по форсированию озера Севаж и расширение плацдарма в Крыму с ноября 43-го по январь 44-го довела соотношение своих потерь к количеству сбитых самолетов врага до 1 к 27 в свою пользу. Об этом я как-то уже говорил в одном из своих видео. Справедливости ради я должен, конечно, отметить, что этому способствовала, конечно, тактическая обстановка. И тем не менее, до конца войны это соотношение уже не опускалось ниже, чем 1 к 6 в пользу летчиков 9-й гвардейской. Такой результативности способствовали многие факторы. Это и новая техника, и внедрение в систему оповещения новых радаров, которые тогда назывались радиоловителями. Ну и, конечно же, благодаря Александру Ивановичу. Благодаря его упорству постоянно улучшалась учебно-боевая работа, совершенствовалась тактическая выучка его подопечных. От стариков он требовал качественной опеки над молодежью и строго наказывал за потерю ведомого. Вот таким был настоящим супергероем наш Александр Иванович Покрышкин. Я специально не упомянул о самой главной ошибке художника, но рассчитываю, что ее заметили вы и обязательно укажете в комментариях. А на сегодня все. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Владимир Потапов. С вами был Владимир Потапов.